Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game и у нас новое существо появилось. Это у нас легендарное существо, кайнозойская тварь, броненосец, панохтус. Пишет он на английском, но вообще очень странно, да, вы так напишите, гугл вам ничего не найдет, да, но сейчас мы, сейчас мы на него, ребятки, полюбуемся. Давайте сразу вот так вот покажу вам. Вот так вот он выглядит в реальности, да, вот его сравнение. Первый, вот этот самый дальний, это моспанохтус, потом идет третий, это дедикур, а это глипидодон второй, вот примерно такой. Ну, то есть, как по фотографии видно, они все примерно были одинаковых размеров, да, появились примерно там 3-4 миллиона лет назад и дожили практически до наших дней. Там кто-то умер за 40 тысяч лет, кто-то там уже считается, вот, как бы, в ближайшие тысячи лет. В общем-то, люди их точно видели. Такие вот существа. И у нашего панохтуса ярко выраженной булавы нет, но есть такой вот довольно клиновидный хвост и, то есть, наросты есть. То есть, для обороны подходит. То есть, не такой, как у дедикура, да, но тоже, в общем-то, все отлично. Длину был он примерно 3 метра и весил полторы тонн. Но, собственно говоря, дедикур тоже, ведь кто там из них, там, дедикур и глипидодон тоже где-то полторы-две тонны, они примерно таки весили. В общем, там, давайте сейчас будем знакомиться с тем, что нам пишет здесь. Панохтус проживал на территории Северной и Южной Америки в период Плейстоцена. Мог достигать длину до 3 метров, весить полторы тонны, относится к семейству глиптодонтинов и является предком современных броненосцев. Так, свой шипастый хвост панохтус использовал для нападения, как для нападения, так и для обороны. Панохтус использовал для нападения, на кого он мог нападать, на кого мог нападать травоядный панохтус, разве что на своих сородичей. Так, давайте сейчас мы, а ну-ка, проследим, а на первом уровне, ну, видите, здесь рисуют ему баловую изначально, и на 20-м, и так далее. Ну что, давайте сейчас мы сделаем вот так, 115 сил удара, сейчас сравним его с остальными брониками, которые у нас есть. Так, ты у нас какой-то, ну, легендарочка, да, обыкновенная. Так. Глиптодончик, вот такой вот у нас. Кстати, глиптодончик, вот, на 30-м уровне, такой же по силе, как панохтус на 10-м уровне. Да. Вот так, так вот выглядит. Вот, у него как раз булавы нет, у глиптодона. Так, и дедикур где-то у нас, вот. И дедикур у нас вот с ярко выраженной булавой. Ну, такие кролики в броне, такие забавные, еще хрюков, и так они прикольные. Напоминает хрюков из игры Хейла, кто играл, тот молодец. Так, ну что, тогда мы идем сразу их тестировать в бою, что нам стоит дом построить. Конечно, сюда мы не пойдем, надо идти в пвп, иначе будет больно. Они, потому что не шибко, не шибко гроты, гроты. Я бы забыл, к чему они у нас относятся. К гротам, да? По атаке мы сортанем. Как вы понимаете, я нахожусь, ребятки, в гостях. Это аккаунт в группе ВКонтакте, ссылочку я оставлю. Там вся информация по поводу этой игры, все, в общем-то, там можно найти. Так, но это слишком далеко, мы давайте начнем с кого-нибудь попроще. Вот, тридцатые, вот смотрите как. Вот так можно пойти. Или давайте что-то попроще, чтобы мы все их формы рассмотрели, так сказать. Вот ты, вот ты и вот ты. Давайте так, пойдем. Блин, ну, конечно, комбинация такая проигрышная, три одинаковых. Но попробуем, по крайней мере, мы посмотрим на них в сравнении. Они должны быть примерно похожими, да? Тоже, весь покрытый зеленью, остров Нью-Зен, 170, 270, 130. Так, ну, по-моему, сильных против нас никого нету, да? То есть, этого, степных нет здесь, отлично. Ну, они крепче, крепче, конечно, но у нас, а, у нас жизни побольше, хорошо. Глиптодончик будет тащить. Будет тащить. Долго будет тащить. Офейкодон, да, обладатель сильного вкуса, мало жизнью, мы его быстро пробьем. И еще мы имеем преимущество перед последним его. Это, кстати, депротодон, точно. Пробиваем. Так, ну, вот такая броня, прям как у черепахи Хвойда. Крупные такие пластины на 40-м уровне. Так, легистокурс появился. Ну, он, понятно, самый крепкий здесь. И атакует нам все три. Думаю, сейчас мы, в раз наших красавчиков, не сможем его пробить. Надеюсь. 115. Да, вот у нас был самый сильный удар был именно... Именно был у глиптодона, да. Ну, ладно, давайте пробовать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, блин, пришлось все баллы потратить. Так, вот так вот он выглядит. Ну, на 10-м уровне, да, такой невзрачный. Похож на обычного броненосца сетенького. Так, а вот депротодон. Глиптодон, депротодон, он очень созвучный. Тем более, еще у нас дедикур тоже на букву Д начинается. Логично, если бы депротодон был спацерем. Как глиптодон. А дедикур был как депротодон. Так, вообще ничего не смог нам сделать. Тогда умри, животное. Вот так. Так, бомбат и переростки нам тут не нужны. Так забавно кричит, ребятки. А ну-ка, давайте точно. Есть, наверное, какой-то фрагмент из фильма или из чего-то, на что похож был этот крик. Вот, давайте. Ваши варианты. На что был похож вот этот кричащий Паноктус. Так, закрыто, мы идем дальше. Гроты. Так. Вот тебя. Так, а двадцатого я создал? Да, есть двадцатый. Вот тебя и вот тебя. Идем дальше. Двадцатый. На сороком уровне, что какой-то зеленоватый. Еще и с шипами. У нас такой какой-то. Как будто бы его скрестили с капразухом. Так, двести семьдесят, сто тридцать, двести восемьдесят. Крепкие парни. Так, этот еще и пробивает зухариктор раз за один раз. Нехорошо. Так, ну у меня там перезинка слабенький, да? Отлично. Еще один я выдержал. Хрюкают они вообще забавно. Хрюки из Хейла. Грунты. Грунты, грунты. Или как, или грунты. Вот откуда эти стражи вселенной взяли этого. Я есть грудь. Это все из Хейла. Так, ну что. Бедоложка. Кролик, вот, уже позеленел. Позеленел, да? Ну и панцирь у него похож больше на додекура. А, ну не будем защищаться особо. Там терезинка, она тысячу сто не пробьет. То есть, по Ноктус у нас получается танк. У него слабый удар, да? Но много жизни. Ну, примерно как и терезинка. Да, примерно они одинаковые на двадцатом уровне. Интересно сравнить его с терезинкой на двадцатом уровне. Они где-то рядом. Были бы. Пробили, не пробили? Три дни. Выжил. На тоненького. Ну-ка. Сменился. У него пять. И проатаковал. Так, давай, самый, самый анкелозавридный броненосец. Раз, два, три. И раз, сто тридцать. Выдержим. И мы не выдержим. Три удара. Двести шестьдесят. Блин, может и не выдержим. Ну, как бы не страшно. А, вообще-то да, надо было два ставить. У него уже совсем мало жизни. Зачем я так балы много собирал? Так, самый мощный у нас додикур получился, да? На сороковом уровне. По соотношению жизни удар. Забавные они. Вообще, реально, хрюка очень напоминают. Хрюки тоже в хейлах такими с какими-то рюкзаками горбатые бегают. Очень похоже на дипродонтино. Нет, дипродонтино. Вот так, наверное, как оно там звучит. Дипродонт, дипродонтины. Так, давайте сейчас вернемся к нашему герою. Так, нет, амфицион нам не нужен. Так, вот наш герой. Так, давайте тогда сделаем слияние. Сделаем 30-го парнишку. Зачетно. Это можно какой-то мем. Может, какого-то жабу напоминает из этого, из Звездных войн. Ну, кого-то он напоминает. Так, делаем 30-го. Давайте, еще надо посмотреть на это. Как будто бы горло кто-то полоскает. Так. Так, ух ты. Неплохо так подрастает. Ну да, много жизней, но удар при этом очень слабый. У Т-рексов удар вдвое сильнее при меньшем количестве жизни получается. Так, ну вот так. Это какой-то аналог Терезинозавра получается у нас. Так, 299. Ну, давайте сейчас идем на арену. И с Терезинкой надо его протестить. Надо будет протестить с Терезинкой. Ну, в следующем бою. По атаке. Гроты. Так, вот наш 40-й. Вот 30-й. Давай 30-й. Кто-то. А между ними силой в 400 примерно. Кого мы разместим? Пищи... А, вот с него дома давайте разместим. Погнали. А в следующий бой возьмем уже Терезинку. Они очень где-то рядышком. 2 500 на 300 у Терезинки. А здесь у нас вот 2 500 на 400. 2 300, наверное, да? 300, 500... Почти по 600. То есть первый это на самый слабый. Это хорошо. Мы сможем насобирать галл. Ну и хорошо, что он не степной. Не саваннами. Зачем он это сделал? Не знаю. Нам так даже лучше. 2 удара мы выдержим, по идее. От него. На тоненького, но должны остаться живы. Да, отлично. Пробивай. Ищи выражение лица. Вот лицо на кого-то похоже. Какое-то ему вот какое-то человеческое лицо. 3 удара. Ого-го-го-го. 2 удара. Давайте вот так сделаем. Его величество вызовем. Ух ты, классный какой-то. Ну, отлично. Как раз я его, наверное, и пробил. О, ты, 100 ударов видел? 1777. Это как у нашего младшенького. Да, да, не пробьет. 4 удара. Даже она протоковала на 3. Ха-ха-ха. Блин, я никого не потерял в этом бою. Представляете себе? А уже не видно. Шикарный бой. Ни одного Кайна Зоя своего не потерял. Ха-ха. Шедевральный крик. Прикольный он. Мне нравится. Ну, а теперь давайте уже пойдем в полноценную битву. Полноценную битву. Так, сортанем по атаке. Так, вот тут где-то, кстати, резинку идем ловить. Развелось тут динозавров сколько. Так. Так, 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 так. Ну вот. Начинаем поиски визуальные. Так. Псикодонт Эриос. Вот Паноктус у нас появился здесь. Паноктус пойдет вторым. Так, а ну Терезинка. Да, что-то у Терезинки да, удар так вообще посладненький. Вот Терезинка, смотрите. Ну да, в соточку в соточку отличия. И кого возьмем? Давайте Димитрича возьмем. Не, что там когда-то слабоват получается. Его Величество Орекса возьмем. Не прогадаем. Так, Паноктус у нас универсальный боец, да. Степей нет, никого нет. Но первый, конечно, неприкольно у нас стоит. Но зато у нас Орекс против Унайзавра. Косарик просто у нас атакует. Больно. Это больно. Так, три балла. Атака на один. Ха-ха-ха. Ну, он бы неплохо дать, и резинка мог бы топиалозавра завалить, но не с руки подменяться. У нас все-таки главный герой сегодня не он, а вот этот вот парень. Рыцарь какой-то в броне. Так, так, так. Ать, двать, трить. 1777. Прекрасно. Получи. Что ты будешь делать? ничего не хочет он делать. Так, ну, в принципе, мы спокойно можем сейчас его пробивать. Там, один балл оставим себе. Ух, ух, размотылял как хвостом. Шесть баллов насобирал, но пробивать, конечно, уже сможет пробить. Смотрим гибель этого броника нашего, ну, и Рекс на закуску. Для всех любителей Рекса, кто поставил лайк. Рекс на закуску. Ну, точнее, Унайзавр на закуску Рекс. Ну, и фееричное завершение нашей битвы. Рыком тираннозавра. Ну, еще напротив льва поставить, и вообще было бы отлично. Так, и вот, в общем-то, наш парнишка. Вот такой вот тридцатый вполне себе реалистичный вид, да? И вот такой вот ребятки максимально вкачанный вот с таким уже наростами такой гребень панк у него и шипы такие вот забавные, прикольно. Шипы смотрят снизу вверх. Такая юбочка из шипов. Он решил корешок какой-то себе откопать. Вот такой вот в общем-то ребятки у нас парень Паноктус. На этом я же с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, чтобы выходило побольше интересных видосов. И до скорых встреч. субтитры подогнал